Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более 100 тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. На дворе ранняя весна. Настя, Лука, Клещ, Наташа и Барон решили отдохнуть на задней веранде. Бубнов не сидит с ними, но постоянно смотрит в окно. Все внимательно слушают историю Насти. Она рассказывает о своем воздыхателе, привлекательном студенте. Барон заливается смехом. Он язвительно замечает, что каждый раз у загадочного воздыхателя новое имя. Лука спешит защитить Настю. Девушка еле сдерживает слезы и продолжает рассказ. Барон снова заливается смехом и отмечает, что вся ее история – фантазия. Мол, Настя повторяет сюжет книги «Роковая любовь». Старик Лука утешает девушку и уводит ее с заднего двора. Бубнов не понимает, почему человеку так нравится врать. А Наташа признается, что иногда тоже выдумывает истории с надеждой, что кто-то придет и заберет ее. Барон проявляет сочувствие к девушке. Он понимает, что ей очень сложно жить с семьей Костылевых. Они часто избивают ее. Барон отправляется за Настей, чтобы помириться. Возвращается Лука. Он рассказывает необычную историю. Старик работал сторожем на даче много лет назад. Как-то двое воров решили проникнуть в это здание. Старик проявил жалость к незваным гостям. Оказалось, что те воры были преступниками в бегах. Они забрались на дачу, чтобы найти немного еды. Лука предложил им работу. Всю зиму они охраняли местность втроем. Лука утверждает, что люди могут учить друг друга доброте. Бубнов внезапно говорит, что совершенно не умеет обманывать, поэтому даже не пытается. Тут внезапно появляется Васька. Он ищет Наташу. Девушка сегодня свободна. Костылевы ушли по делам на весь день. Лука, задумавшись, делится с Бубновым своей мыслью. Старик говорит, что ценность правды преувеличена. Она не всегда полезна и не всегда способна излечить душевное состояние. Старик вспоминает историю о Сибирике. Бубнов смеется с этой историей и отходит от окна. Лука рассказывает о своих планах. Он хочет уйти в новую веру, в так называемые хохлы. Старик верит, что тот, кто сильно хочет, всегда найдет. Все, что нужно, уважать людей и помогать им. Васька просит Наташу сбежать с ним. Он обещает девушке, что изменится и хочет, чтобы она помогла ему в этом. Парень получает поддержку от Луки, но девушка совсем не влюблена в него. Она не хочет верить его словам. Васька не прекращает уговоры. В окне стоит Василиса. Она подслушивает их разговор. Наташа дает согласие, но обещает Ваське, что удавится, если он причинит ей боль. Лука говорит девушке, что она нужна парню больше, чем он ей. Василиса смеется над сестрой. Женщина делает неоднозначные намеки по поводу мужской немощности бывшего партнера. Возвращается Костылев и отправляет Наташу на кухню ставить самовар. Влюбленный Пепел безумно не хочет расставаться с ней, но девушке приходится покорно уйти. Василиса и Васька начинают крупную ссору. Лука помогает прекратить ее. Костылев узнал, что Лука намерен уйти. Он уверен, что бродяжничество – это неприлично. По его мнению, работа – обязанность каждого человека и нужно быть полезным обществу. А странник обязан помалкивать, даже если он и познал истину. Негоже впутываться в дела рабочих, людей и жить в лесах. А Лука даже странником не может называться, ведь паспорта у него нет. Лука возражает ему. Старик говорит, что некоторые люди – как плодовитая земля, а есть подобные Костылеву, которых даже Бог не изменит. Костылева эти слова задевают, он прогоняет старика. Бубнов оказывает поддержку Луке, говорит ему, что лучше оставить все в нужный момент. При этом замечает, что сам он выжил благодаря тому, что вовремя решил уйти. Жена Бубнова вместе с ее любовником хотели его погубить. Бубнов даже хотел убить жену, но подумав, оставил ей все имущество и ушел. Тут появились актер и Сатин. Актер отказался от выпивки на целые сутки и всерьез задумался о поисках больницы. Сатин говорит Луке, что в юности ставил постановки, занимался танцами и смешил людей, но потом убил одного наглеца, стараясь защитить сестру. Его отправили в тюрьму на 4 года, а сестра скончалась. Теперь Сатин не видит возможности вернуться в нормальную жизнь. Он нашел для себя единственный выход – быть игроком. Появляется Клещ, он продал все рабочее оборудование, чтобы устроить похороны Анне. Теперь он не может трудиться и такая жизнь ему противна. Тут раздается какой-то шум. Оказалось, что Василиса снова подняла руку на Наташу. Актер зовет Ваську. Избитая девушка еле выходит из дома, у нее ошпарены ноги, на нее опрокинули кипящий самовар. Василиса идет следом за ней и пытается еще раз ударить. Ее останавливает Алеша. Пепел кидается на Костылева и избивает его. Костылев падает на пол и умирает. Жена убитого обвиняет во всем вора. Васька, не теряясь, кричит ей, что она лично попросила его об этом. Наташа считает, что они все заодно, а изувечили ее для того, чтобы она не стала мешать. Девушка проклинает Ваську. Ширма из фанеры, за которой жил Васька, сломана. Жители ночлежки собрались за столом. Клещ пытается починить свою гармонь, отныне он бедняк. Актер растянулся на печи и изредка напоминает о своем присутствии кашлем. Жители обговаривают пропажу Луки. Старик исчез еще во время ссоры. Настя жалеет Луку, который все видел. Барон и Сатин сравнивают старика с неприятными вещами. Татарин укачивает свою руку, сломанную на работе, и защищает старика. Он считает Луку хорошим человеком, ведь у него был закон в душе. Клещ соглашается со словами Татарина. Настя устала от всего, ей надоели издевки барона. Девушка хочет сбежать от такой жизни. Сатин в шутливой манере советует ей прихватить с собой актера. Бывало, алкоголик уже давно собирается в сказочную больницу. Луку называют аферистом. Большинство считает, что он обманул человека и поманил его непонятно куда. Сатин старается оправдать старика, он считает, что тот из жалости всех обманул. Такая ложь необходима людям, которые слабы душой. Сатин хвалит Луку и замечает, что он хорошо подействовал на него, даже оживил. Сатин делится интересной историей о старике. Лука как-то сказал ему, что все люди живут ради рождения лучшего человека. Именно поэтому нужно уважать всех, вдруг кто-то из них окажется особенным. Барон ударяется в воспоминания. Его французские предки были на службе у русских царей. Он утверждает, что они занимали почетные должности. Настя уличает его во лжи. Девушка говорит, что такого никогда не было, и он все выдумал. Настя хочет, чтобы барон оказался на ее месте и понял, как обидно, когда тебе не верят. Сатин советует другу забыть обо всем. Сатин интересуется у Насти судьбой Наташи. Девушка долгое время проходила лечение, но совсем недавно будто испарилась. Клещ задается вопросом, Василиса погубит Ваську или наоборот. Настя считает, что женщина найдет выход, а пепло отправят на каторгу. Она опять вступает в перепалку с бароном. После девушка удаляется. Сатин просит друга не донимать девушку. У него сегодня хорошее настроение. Татарин постелил ковер и начал читать молитву. Сатин, наблюдая за ним, приходит к выводу, что один человек – это объединение всех людей мира. Существует только он, а окружающая среда – творение его рук и ума. И главное – человека нельзя жалеть, ведь это унижение. Барон слушает друга и начинает завидовать, ведь сам он рассуждать не умеет, даже боится. Барон мало что смыслит в жизни, он всего лишь плывет по течению и меняет одежду. На учебе носил форму, на свадьбе – фраг, на работе – фуражку с мундиром, после кражи денег – тюремную робу. А как разорился – надел рыжие штаны и серый пиджак. Теперь же носит отрепье. Немного подумав, он пошел извиняться перед Настей. Актер подходит к Татарину и просит его прочитать пару молитв из-за него. Залпом опустошает стакан водки. Стремительно уходит. В комнату заходят Бубнов и Медведев, оба нетрезвые, с собой у них водка и какая-то еда. Полицейский одет в женский свитер. Бубнов в длительном запое, поэтому угощает всех. Тут появляется Алешка, он берет гармошку клеща и начинает задорно играть. Все они дружно смеются над Медведевым. Мужчину прогнали из полиции, он теперь полностью зависит от квашни, с которой сожительствует. Приходит квашня и начинает ругать сплетника Алешку. Он всем рассказал, что она избивает Медведева, а тот после сплетен приложился к бутылке. Мужчины распевают песни и собираются отправиться в трактир. В комнату врывается барон, он дико напуган. Мужчина сообщает, что актер повесился на пустоши. Саттин же винит барона в том, что он испортил песню. КОНЕЦ